Мастер спорта Для многих российских и зарубежных специалистов турнир отвечает самым высоким международным стандартам. По традиции победителей определяли в семи весовых категориях. Но вот особый интерес у зрителей вызвали командные состязания стенка на стенку. 66 килограмм начинается. Отборолись. Выиграл очко команде. Прииграл очко. Ноль очков. И вот так пятеро они борются. И та команда, у кого больше победителей, там выходит в следующий круг. Здесь борется пока каждый сам для себя. А тот уже будет бороться с командой. Командный дух такой. Поэтому очень интересный соревнователь. Сегодня мы видим, к нам приехали ребята-спортсмены из Монголии, из Казахстана, из Узбекистана. Это говорит о том, что этот турнир значимый для всех спортсменов этого вида спорта. Ну а мы как министерство делаем очень много для того, чтобы этот турнир был. В этом году турниру исполнилось 19 лет. За свою богатую историю он помог раскрыться многим талантливым спортсменам. Воспитывал мужественное отношение к единоборствам, силу духа и способствовал повышению мастерства. Достойный пример выпускник Академии МВД России Александр Мартин. На открытии турнира ему вручили долгожданное удостоверение звания мастера спорта России. Пол жизни практически прошло. Я с самого раннего детства начал заниматься этим видом спорта. Самый сложный координационный вид спорта. Были, конечно, и травмы, через все прошел. Но, тем не менее, оно того стоило. И не стоит останавливаться, стоит дальше продолжать. Борьба за награды выдалась напряженной во всех весовых категориях. Омским атлетам удалось завоевать три медали – золотую и серебряную в личном первенстве и одну бронзовую в командном зачете. Победителем турнира весовой категории 66 килограммов стал омский мастер спорта Виктор Крестьянинов. Серебро досталось еще одному амичу – Андрею Емельянову, уступившему только в финале сильному международнику из Монголии. Крепче всего командная стенка оказалась у тюменских спортсменов. В финале им удалось обойти челябинцев со счетом 5-2. На третьем месте – амичи. Турнир помог спортсменам приобрести ценный опыт и подарил приятные эмоции истинным ценителям дзюдо. Субтитры создавал DimaTorzok